На площадке технопарка «Анхудиновка» собрались руководители образовательных организаций города, которые заинтересованы в развитии своих учреждений, заинтересованы в развитии образования города. Сегодня на различных площадках мы будем обсуждать те перспективы развития, которые у нас уже есть, которые появятся, которые нам необходимы для того, чтобы развиваться. Мы будем обсуждать возможности участия в национальных проектах, мы будем обсуждать партнерские отношения с высшими учебными заведениями, в том числе и с Мининским университетом. Мы будем говорить и с представителями общественных организаций, которые делятся своим опытом, как они могут включиться в работу по совершенствованию образования в городе Нижнем Новгороде. Прежде всего, нам бы очень хотелось, чтобы педагогический университет стал драйвером переосмысления профессии педагога. У нас профессия педагога находится в нескольких смыслах, в нескольких пониманиях. И сейчас самое главное понять, чем должен заниматься педагог в новой системе образования так, чтобы быть успешным самому и, следовательно, помогать вырасти успешным детям. Не просто давать знания, хотя это будет 1 сентября, и всем учителям будет поздравление, вы здесь, для того, чтобы давать знания. Знания ребенок сейчас приобретает иногда за пределами школы в большем объеме, в другом качестве. А вот воспитать человека и научить его принимать эти знания, принимать их критично, помочь ему вырасти как личность, создать такую миссию учителя, которая бы была и другом, и тьютором, и наставником, и компетентным специалистом в дальнейшей судьбе, карьере и будущем ребенка. В рамках сегодняшней учительской конференции Мининский университет представляет свой проект Институт непрерывного образования. Он был сформирован в рамках национального проекта образования, и миссией института является развитие инновационного непрерывного образования как инструмента удовлетворения потребностей личности в развитии, саморазвитии, самоактуализации, сохранении профессиональной активности в течение всей жизни. Каждый современный учитель должен владеть способностью оценивать, каким набором современных компетенций он обладает. Уметь выстраивать персональную траекторию своего успешного развития, своего успешного будущего, и, конечно же, успешного будущего своих детей, обучающихся. И, конечно же, организовывать реальную деятельность, направленную на вовлечение обучающихся в образовательный процесс и формирование осознанного направления к саморазвитию и приобретение обучающимся новых необходимых компетенций. Мы работаем, во-первых, развиваем волонтерское движение. У нас очень сильная команда вожатой, старшей вожатой. Работаем в одном ключе. Нам нравится сотрудничать с Мининским университетом в плане клинических практик. Нам приходят студенты, которые в будущем становятся учителями. Хотя нам очень нравится работать с Мининским университетом, хотелось бы, может быть, чуть плотнее сотрудничество, чтобы учителя приходили, студенты приходили на более длительный срок. Мы могли бы их чему-то научить. Ну, может быть, и они бы возвращались после института в школу. Ну, практически каждый из десяти проектов ждет своего внедрения в школу. Это и цифровая образовательная среда в школе. Это полностью отказ от многих бумажных носителей. Мы переходим на электронные дневники, электронные журналы. Вообще, это новый учитель, по большому счету, учитель нового поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова